Всем привет! Фифа Ванга на связи! И в этом выпуске мы предложим искусственному интеллекту предсказать результат матча Наполи-Барселона. Оставляйте свои прогнозы на него в комментариях. Первому правильно угадавшему счет зрителю мы передадим привет в следующем выпуске рубрики. Приведем составы в актуальный вид и отправим компьютер играть против себя самого. Ну что же, к матчу. Осторожничают на старте команды. Очень долгая разведка и голевых моментов вообще нет. На девятой минуте Барселона сообразила первую более-менее внятную атаку, но даже до удара дело не довела. Опасно у ворот гостей, но и здесь до полноценного голевого момента дело не дошло. 27-ая минута, навес от Семеду и вратарь Наполи не очень уверенно играет на выходе. Продолжают команды топтаться в центре поля. Инсиньо передержал мяч на подступах к штрафной и этот момент закончился ничем. Артур вывел Де Йонга на ударную позицию, но оборона Наполи все прочитала. Унылейший первый тайм прошел без голов. Вторая половина началась все в том же неспешном темпе. 57-ая минута и первый удар в створ в этом матче. Гризман бил головой с выгодной позиции, но получилось это не очень сильно. Подача от Гризмана до своего адресата не дошла. Наполи играет слишком осторожно. Здесь могло быть опасно, но Инсиньо залез в офсайт. И тут же Месси меняют из-за травмы. Тем временем атака Наполи все чаще залазит в офсайт. Это уже третий случай за 10 игровых минут. Так команды и доперекатывали мяч по полю до финального свистка. Самый унылый матч в истории FIFA Ванги заканчивается без голов. Тот самый случай, когда очень хочется, чтобы FIFA 20 ошиблась. Как все будет на самом деле узнаем очень скоро. Ставь лайк, если будешь смотреть матч Наполи-Барселона. Оставляй в комментариях свои прогнозы на него и подписывайся на Кибербол. До скорого!